Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Неделя началась с пьянящего известия. Президент отменил лимиты на хранение алкоголя. Люди купили себе вино. Хватаем, задерживаем людей, отбираем. И пришлось смешиваться президенту. А насчет моральной стороны вопроса предложил не заморачиваться. Знаете, как в народе говорят, свинья грязи всегда найдет. Поэтому где выпить, как выпить, сегодня же не проблема. То есть теперь белорусам можно не только пить, но и хранить недопитое. Это дело надо отметить. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Российский продюсер Виктор Дробыш, которому Лукашенко недавно вручил орден Франциско Скорины, решил выпустить белорусского представителя Айвена на сцену Евровидения абсолютно голым и с настоящими волками. Рекомендуем Дробышу четвероногих хорошо кормить. А то они уже чуть не покусали гомельского Маугли на съемках клипа. Пока же продюсера только волнует, чтобы волки на сцене любовью не занялись. Дай бог тебе надо не попасть на период Бона, а то он получится некрасиво очень. Солнечная Грузия с Люсей как родная уже нашей синёкой. В этот раз на наши официальные драники приезжал Георгий Кверикашвили, премьер-министр этой Кавказской страны. Папа, к тебе грузин приехал! Александр Лукашенко пообещал ему расширять и углублять. Неважно, какой курс взяла Грузия и какого мы придерживаемся курса, это нам не мешает выстраивать наши отношения. У нас цель есть 200 миллионов долларов, товарообороты. А цель, как известно, оправдывает средства. Применительно к Беларуси особенно важно исключить нецелевое использование средств. Извините, нацвали! Давай, давай. Лет через пять! Помогу! Поможешь, поможешь. Западный циклон действует отрезвляюще. Так что белорусские власти теперь рады даже министру иностранных дел Польши Витальдовыщаковскому. Живем рядом, а путь министра из Варшавы в Минск оказался таким долгим. На радостях Лукашенко наобещал невозможное. Мы будем стараться делать так, чтобы никто нас никогда не упрекунул в малой демократии, в отсутствие ее. Мы будем так делать, чтобы ее было не меньше, чем Польша. Догнать и перегнать соседку в демократизации – дело благое. Только бы это не оказался бег с препятствиями. Ну, господин министр, не гоже нам смотреть друг на друга через забор. Опыт последних 20 лет свидетельствует, чем сувереннее белорусская демократия, тем выше вокруг нее забор и тем больше надписей на нем с обеих сторон. На неделе отличился и еще один кавалер ордена Франциска Скорины. Филипп Киркоров обвинил белорусскую таможню в срыве его шоу в Литве. Просто 12 часов нас продержали на границе, без всякого этого объяснения. Играя в это время в пассианцы, королево демонстрируя игнор и абсолютное вымогательство. И даже пожаловался белорусскому президенту. Но таможня ушла в несознанку. Со стороны таможенных органов никаких задержек не было. Российский поп-король еще радоваться должен, что у него ничего не конфисковали. А то ведь поп-корона могла оказаться в магазине конфиската. Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Одно слово, румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Чиновники посоветовались и президент решил. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины в 58. Народ, разумеется, как всегда, за. Большинство, твердое большинство нашего населения согласны по повышению пенсионного возраста. Я благодарен нашим пенсионерам. Молодежь наша, ну просто молодцы. Я не говорю, что это нравится. Но бывает не нравится, никуда не денешься. Вот это точно. С подводной лодки нашего социального государства никуда не денешься. И списание с нее происходит лишь на тот свет. Вообще-то это неправильно, что пенсии дают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Отсвятковали День воли. 98-е угодки обвещение Белорусской Народной Республики. У Минску больше за тысячу человек пройшли недозволенным маршрутом от парка Янки Купалы до Академии Наву. А потом для гандлевого центра Рыга згадину згадывали про Украину. Слава Украине! Героям слава! Слава! Кто не скажет, что не скажет. Кто не скажет, что не скажет. Эй! Эй! Кто не скажет, что не скажет! Эй! Шалиц! Кто не скажет, что не скажет, что не скажет! Истина, былое болото, площадь Бангалор, где Гарвыконкам дозволил им митинг, не захотели. На диво милиция не склала ни водного протокола на демонстрантов. Некий разгул демократы и даль бог. И о погоде. Март закончится тепло и душевно, до плюс 11 градусов днем. Но со среды задождит, а в субботу даже мокрый снег предсказывают. Во вторник в Минском парке Горького откроют Иллюзиол. Аттракцион 12 белорусских чудес, в кои записали Перуна Громовержца, Русалок и Драники с Белазом. В среду в Белгосфилармонии состоится авторский концерт композитора Олега Молчина с песенным циклом на стихи Янки Купалы. С четверга во дворце спорта на международных соревнованиях по современным танцам можно будет лицезреть более 5000 танцоров, которым ничего не мешает. Ну а в пятницу всей страной отметим День смеха, он же День дурака. Не забывайте, 1 апреля никому не верят, даже правительству, для которого этот праздник считай, что профессиональный. Ну? Кто еще считает, что у меня спина белая? КОНЕЦ КОНЕЦ